Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, что нам готовит эта неделя. Хотя понедельник у нас спокойный, но дальше у нас, начиная со вторника, во-первых, решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Да, можно ожидать увеличения волатильности по австралийскому доллару в 9.30. Затем среда опять более-менее спокойная, но с четверга у нас начинается опять решение Центрального банка Бразилии по процентной ставке. Затем решение Банка Англии по процентной ставке в 16.00, но при этом перед этим еще в 13.40 будут аукционы, несколько аукционов трехлетних облигаций, пятилетних, десятилетних. Это тоже повышает волатильность. Таким сроком облигаций они обычно воздействуют на рынок. Далее у нас выступление председателя Банка Англии в 18.15. Ну и, конечно же, пятница у нас активный день. Во-первых, решение Резервного банка Индии по процентной ставке в 9.30. Ну а вечером наш долгожданный нон-фарм изменения числа занятых в нехозяйственном секторе будет, во-первых, по Канаде, ну и по доллару, понятное дело. Поэтому запасайтесь депозитами, хорошим настроением будем торговать. Давайте перейдем в торговый терминал, посмотрим, что у нас здесь. Я нашел тут несколько сигналов по различным активам. Давайте посмотрим. Канадец, швейцарский франк. Значит, у нас находится в консолидации. Сейчас он отбился уже от линии поддержки и движется, можно сказать, вверх. Если пойдет дальше вверх, то в районе сопротивления вот здесь можно будет ставить ордера на продажу от линии сопротивления. Значит, смотрим дальше. Швейцарский франк, польский злотый также сформировал минимум, да, и тем самым сформировал линию поддержки. Сейчас цена отошла от него на значительное расстояние. Если будем возвращаться, я предлагаю рассмотреть покупки от линии поддержки. Британский фунт, австралийский доллар, также находится в консолидации. Но я здесь обозначил такую вот платформу, линию поддержки. И если мы будем возвращаться, да, к этой линии в очередной раз, то здесь у нас будет сигнал на покупку от линии поддержки. Давайте посмотрим евро-доллар. Евро-доллар у нас отбился от линии поддержки и все-таки пошел вверх. Ожидаем, что если он дойдет до линии сопротивления, будет очень хорошая точка для входа на продажу. Что касается золота, золото так и не коснулось линии поддержки, но потенциал сохраняется. Поэтому если пойдет вниз, у нас две зоны для покупок. А если пойдет вверх, у нас зона для продаж вот в этой точке линии сопротивления. Ну и нефть сформировала интересные моменты. То есть вот эта линия сопротивления, да, во-первых, мы коснулись ее, хорошо отбились от нее, сработали. Потом цена перешла, пробила уровень, был зеркальный отскок. Сейчас происходит зеркальный отскок второй уже. Вот эта линия себя зарекомендовала. Поэтому я думаю, что если цена еще отойдет вверх или вниз и будет возвращаться опять к этой линии, можно будет продавать или покупать от зеркальных уровней. Поэтому присмотритесь к нефти. Вот такие прогнозы, сигналы на эту неделю. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.